Девушки отдыхают Вы знаете, что означает имя Ольга? Ну, Ольга, ну знаю, такая сильная, воительница такая вообще Я вот читаю, тут у меня есть цитаты из книги имен, где вот по именам там расшифровывают Во-первых, это древнерусское, раннее заимствованное из скандинавских языков слово И означает это имя Святая То есть вы Святая В этом имени заложен дух варягов, упорных в достижении цели Отсюда и цельность, понимаете, цельность характера Планета-покровитель Ольги Луна Любите ночью на Луну смотреть? Иногда я ее боюсь, полнолуние меня пугает Затягивает, да? Она как магнит, так вот и тянет Согласен, цвет имени Ольга желтый, красный, почти чисто белый Ну тут все цвета, сочетание белого с темной охрой А вы вот любите вот строгий такой черный цвет, да? Да, черно-белый люблю Так он как-то организовывает Организовывает, да Вообще люблю такой спортивный, без украшательств стиль А вот камень, талисман Ольги, янтарь, как вы к янтарю относитесь? Янтарь, да? Янтарь У вас, наверное, дома много янтаря из Прибалтики? Нет, не очень много Ну, Гафт любит же янтарь, говорят Почему? Нет? Я спрашиваю Ну, знаете, сейчас в газетах что только не напишут, поэтому вы нам и правда все расскажете Растение Ольги ясень, лютик, груша, но это не растение, это цветы лютик Лютики, цветочки, любите лютики? Ну, вообще люблю полевые цветы Видите, значит, животное Ольги леопард, а птица сова Сова, значит, сейчас вы должны ночью, поздней ночью, очень много нам рассказать интересно Лупать глазами То есть вы сейчас не засыпаете, не засыпаете Доброй ночи Сегодня в студии, дорогие друзья, как вы уже догадались, Ольга Остраумова, народная артистка России Все мы прекрасно любим и помним фильмы «Доживем до понедельника», «Азорь здесь тихий» и многие другие завоевавшие, ну, я так, не побоюсь этого слова, всенародную любовь Это, если хотите, визитная карточка Ольги Михайловны Это правильно? Ну, наверное У вас есть такая визитная карточка? Обычно говорят «Доживем до понедельника», «Азорь здесь тихий» и многие другие Потому что просто больше не знают Ну, хорошо, вы же помните все свои самые значительные картины, можете назвать? Ну, я бы назвала «Василия Василиса», я очень люблю Да, это замечательный фильм «Василия Василиса» Просто потрясающий сценарий, потрясающий, вернее, материал по рассказу Распутина Библейская история, и всегда играет такой материал, очень мощный, очень интересно Ну, наверное, многие помнят там «Любовь, земная судьба» Я чисто художественно отношусь к нему не так хорошо Хотя к Матвееву отношусь замечательно Но не знаю, какие там еще Не знаю, я не помню Вот очень интересно, смотрите, мне казалось, что... Вот в чем актерское счастье? Видите, у меня вот бумажкой написано «Счастье», мне так написали «Крупное счастье» Ну, глупо сказать, вот что такое счастье? Вот какого запаха счастья? Какого цвета? Мне всегда казалось, актеры настолько творческие люди И они не похожи на нас, обычных людей Что вот, вот, действительно, вот я иду по улице, смотрю Какое-то знакомое лицо Идет женщина, и сама с собой разговаривает По бульвару, по Тверском бульвару Присмотрелся Господи, да это же моя любимая артистка Остраумова А о чем же она говорит-то? Что вы проговорили? Репетировали? Текст учили? Действительно это было? Да, конечно, вы идете? Я думаю, боже мой Вот со стороны это странно смотрится, когда не знаешь А я думаю, наверное, роль учит А может быть... Нет, может быть, что-то репетировала, не знаю Вы в театре на Малой Бронной работали? Работала, да Вот, как раз вот я видел тот период Это, наверное, может быть, с Эфросом было что-то связано Вы репетировали? Может быть, да Он же режиссер-деспот был, заставлял Он деспот? Нет Нет, он такой замечательный Как вам сказать? Он режиссер, их мало А вот сейчас есть в вашей жизни такой режиссер Гафт Он режиссирует как-то? Помогает вам? Нет Ну как, он приходит на ваш спектакль Он же смотрит же Или он не ходит? Нет, ходит Ну он же вам говорит, Оля, вот тут, понимаешь, там А вот здесь вот что? Ну это не режиссерское Это просто мы, естественно, делимся друг с другом И какими-то эмоциями там Своими впечатлениями От его работы Я делюсь от моей Но мы не, нет, нет У нас дома не кукушка хвалит Духа за то, что хвалит он кукушку Нет, у нас дома, наоборот, очень строго с этим Просто очень строго Так вот, тайна-то заключается в том, как люди Вот, вот, ну, ведь каждая личность мощная, да Ну что греха таить А как вот в одном замкнутом пространстве Двум совершенно невероятным личностям удается существовать Трудно Это большой труд, да? Трудно Нет, трудно или труд Вот я понимаю, что трудно Любой труд труден, да? Ну как вам сказать Все равно мы, вот Все равно характеры-то разные, да? И И кроме того Человек очень сложно Переносит какие-то замечания Актер, я имею в виду По работе Человеческий там, я не говорю сейчас Вот я беру актеров Он и она И по себе знаю, что если Особенно когда мне кажется, что они правы Или не поняли То как-то очень ершисто Даже если это не показываю Есть, которые вообще актеры Которые не могут вообще слышать в адрес себя никакой критики Я могу Валя человек избалован Он привык, что ему все говорят Гений, 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 гений Да, вот так вот И обожают И любят И все И когда он читает свои стихи Или эпиграммы Или когда там просто Играет на сцене Все И когда я вдруг Не стала так говорить А говорю Подожди Ну вот здесь, по-моему, надо было вот так По-другому чуть-чуть Вот здесь ты промахнулся Это какое-то Выспало Понимаете Непонимание, недоумение А что такое вообще Понимаете Но потом он привык Я-то считаю, что Ну как вам сказать Ну Если бы мы были с вами далекие люди Мне бы ничего не стоило сказать вам комплимент И сказать вам ложь Ну да Но мы близкие люди Зачем я буду вам Конечно Ведь желаешь лучшего Вам лгать Это же профессия Я же говорю про профессию Которой мы занимаемся Значит Значит только правда И больше ничего, кроме правды Как я ее понимаю Но если меня спрашивают То я должна сказать точно свое мнение Понимаете Мне кажется В этом есть В этой честности Есть самая большая близость Ну как бы вот людская Душевная А если жить И все время говорить друг другу Комплименты Думать по-другому Я как-то не очень понимаю Как так можно жить Наверное, можно Все-таки это, наверное, связано С какими-то корнями С воспитаниями Вы родились Где вы родились? Я родилась в Бугуруслане Бугуруслан Это какая область? Оренбургская область Но ближе к Куйбышеву Ну это практически к центру России Да, вот так если географически смотреть Да Оренбургская область Ближе к Куйбышеву Это за Волгой Да И ваша семья У вас отец священником был Насколько лет Нет, дедушка у меня был А, дедушка И прадедушка И там Ну смотрите, значит, получается Корни какие А кто ваши родители? Расскажите А мои родители Мой папа Сын священника Как бы в свое время В те годы, когда они с мамой там и женились И он десятого года рождения Мама двенадцатого Ну вот, значит, двадцатые Где-то тридцатые годы Их отовсюду выгоняли В двадцать четыре часа Ну вот Как вам сказать Вот что такое Вот откуда, я думаю Вот что такое воспитание Это не Вот их выгоняли А папа написал для нас книгу У нас четверо детей в семье И вспоминает там хороших людей Только хороших Они вообще Как бы Помнили только хорошее И в нас это тоже есть в детях И он пишет Ну, хороший был человек Он нам не дал НКВД какой-то там Приходил И там Уезжайте Куда угодно С детьми уже Все были уже Две сестры взрослые Ну, не взрослые Старше меня И он говорит Хороший человек Он нам дал не двенадцать часов А двадцать четыре часа Вот понимаете Что это такое Что это за внутренняя Какая-то душа И это все передавалось нам Не передавалось Что вот делай так Я не перестаю повторять Что воспитание Это образ жизни родителей И ничего больше Естественно Вся жизнь делится на периоды Какие-то основные Да, вот был один период Потом какой-то переломный момент Может быть И по жизни это незаметно Потом уже осознаешь А это уже другой период Да Вот вы в Чузе работали Это один период Да А в Театре Моссовета Это совершенно другой период И еще что-то Вот скажите Вот вообще счастье у вас Ассоциируется С какими ощущениями С каким цветом Вот видите Я тут разложил семь цветов Так примитивно Но вот этот примитив Тоже, между прочим Очень многое определяет Вот счастье Какого цвета Белого Голубого Красного Зеленого Что-то белое-голубое Да? Белого-голубого В голубых тонах Все это А вот Можете вспомнить Вот момент наивысшего Счастья Я не знаю Восторга Радости Вот то, что было Вот в вашей жизни Ой, ну много таких моментов Я вообще думаю Что счастье Это момент Конечно Хотя Если вы спросите меня Как бы Ну вот Счастливая ли была моя жизнь Ну конечно счастливая Не было Ну если много моментов Я не пережила войну Понимаете Смотря с чем Опять сравнивать Какие критерии Ну рождение детей Счастье Но хлопот Хлопот много Да Потом счастье Я Ну счастье Это влюбленность Наверное Когда ты влюблен Ты счастлив Ну как бы Конечно Я думаю Что это Потом Я однажды Испытала Немыслимое счастье Выйдя со спектакля Петра Наумовича Фоменко Без вины виноватый Из театра Вахтангова Великое искусство Великое искусство А вот что такое Счастье Счастье испытываешь Я недавно Ну как недавно Давно уже Посмотрела там Фильм Бергмана Фанни Александр Причем сын принес мне Нам с Валей Прямо Пятичасовую копию Там же Огромная Такая вот Целый фильм Ну я испытала Счастье От некоторых Моментов Как играют артисты И что делает режиссер Что дает им режиссер Вот просто задыхаешься От счастья Что есть Вот такое искусство Понимаете А вот когда вы выходите На сцену Отдаетесь подмосткам Зрительный зал дышит У вас все Разве это не счастье Для актрисы Я бы не назвала Это счастье Это работа Нет Я бы назвала Это радостью Ах радость Радость Связанная Ну как Радость творчества Ну не знаю Это громко слишком С волнением Волнение очень сильное На премьерах И там все Но Радость от того Что ты можешь его Куда-то вправить Это волнение Ну с возрастом уже Научился Им как-то совладать И его Обращать в творчество Неужели вы волнуетесь Вы же мастер Такой мастер Вообще Сцены Кино Невероятно волнуюсь Невероятно волнуюсь Когда даже вот На концертах Иногда бывают концерты И я там читаю Цветаеву Ахматову И пою даже Ну как бы Пою просто в контексте Того вот По моей жизни Что-то какие-то Ко мне приходили Песни Откуда это волнение Появляется Ну если вы знаете Что вы будете делать Если вы уверены Что волноваться Вот я обратил внимание Вот актеры Чем дальше Да Они начинают больше волноваться Вот молодые выходят Они не волнуются Это сегодняшние молодые Мы волновались Тоже волновались Конечно А что такое еще Природа волны Почему Откуда Что это неуверенность Или наоборот Нет Это не неуверенность А это для меня Мне кажется Это желание быть точной Как вам сказать Вот я Еще же Ты не стоишь Ну как бы Вот в пазах Да Вот как бы В паз попал Ты еще не вышел На сцену И не вошел в действие Да Потом забывается Потом ты Особенно если Хорошо сделаны спектакли Или Опять Вот режиссер Хорош А ты еще не вошел И И войти в это Довольно сложно Потому что Первая неточная Какая-то Не совсем точная Интонация И ты уже мимо этого И тебе надо вправляться И актеры боятся этого Ну и что Ну не туда пошел Нет не бояться Это не то волнение Это волнение опять Вот Быть точной И быть понятой А вот бывает так Вот вы играете Спектакль Да Ну все нормально идет Вы понимаете Что все хорошо Все получается А вот бывают такие моменты Вдруг тебя куда-то понесло Вдруг что-то Включилось В организме И ты говоришь И даже сам себе Удивляешься Да Были такие моменты А где вот Расскажите Мы например Играли Гамсона Он Юрий Иванович Ставил в театре Моссовета Вот такой был подъем Вот не назовем это Вдохновением Назовем подъемом Да Что мы прям вот так Взлетели над сценой Вот так все легко Так все точно Так все Вдохновенно А через некоторое время Я почувствовала Как и зал с нами взлетел Вот просто было Физическое такое ощущение Что мы вот все парим Немножечко Это где было В каком городе В Перми На гастролях Может быть там сцены Какая-то Хорошо там действительно Театр оперы и балеты Там балерины парят Вот и мы Понимаете Может и вы Нет-нет И бывает И на Однажды у меня было На фильме Василия Василиса Как вот вы Какое-то тоже Такое отстранение Я сижу под коровой Даю ее Доить я не умею Ну не умела Мне показали Конечно все И я понимаю Что я должна доить Так чтобы Даже люди этого Не заметили Никто бы не сказал О, смотри, актриса А как хорошо доит Я в костюме старухи И в гриме старухи И вдруг я вот знаете Как бы так вот Со стороны Как будто себя увидела Я вижу Смотрю на свои руки Они очень ловко Дают корову И я понимаю Что это руки Моей бабушки С маминой стороны Которая всю жизнь Этим занималась Я понимаю Я понимаю прекрасно Что я актриса Я не должна Что я на съемке Что я Но вот это Какая-то Какая-то Немыслимая связь Я сидела так Низко на табуреточке Ну под коровой Знаете С землей И про себя У меня все время Была какая-то Благодарность Вот этой бабушке Которую я не знала Знаете Вот нормальный человек Если с ним Такое произошло Он сказал Наверное Я схожу с ума А у актеров Видите Странные люди Вот это тоже счастье Странные люди Эти артисты Да и люди ли они вообще Люди-люди Знаете кто это сказал Знаете кто это сказал Чехов Чехов Люди-люди Да Кто-то сказал Люди-люди Да К сожалению Некоторые режиссеры Думают Что это Не люди А Что-то меньше Чем люди К сожалению Бывает и такое Бывает А вот Я разговаривал Со многими актрисами По поводу любви Мне вот объясняют Что влюбленность Это одно Как бы А любовь Это другое Я говорю Почему так вот Надо часто влюбляться Почему без любви Все не получается А кто-то говорит Нет наоборот Иногда любовь мешает Вот вам Любовь мешает в работе В творчестве Или помогает Любовь Влюбленность А я никогда не влюблялся В своих партнеров А я не про партнеров И режиссеров А вот вы влюбились На стороне Да В какой-то объект Неопознанный объект На стороне И приходите И на репетиции Говорят Что со стороны Посмотрите Остроум Нет помогает Да помогает Наверное Или наоборот Слушайте Худеешь Как-то в форме Это если на пользу А не бывало такого Что приходили Говорят Оля Ну что у вас Ничего не получается Ну как вы Что вам Что-то мешало Не бывало Мне мешало Мне мешало Я начинаю смущаться Я начинаю То есть вы такая Неожиданно Я совершенно не могу Ничего Ничего не сыграли Нет Ничего Вы тогда пошли бы К режиссеру Мне нужно именно Как с бревном Тогда я все могу Как с бревном Это хорошее сравнение Ну хорошо А Из ваших мужей Никто? Я так сказал Из ваших мужей Такое ощущение Что как будто У вас было Очень много мужей Ну были Ну сколько было У вас мужей? Ну в студенчестве Был муж Такой студенчестве Ну как студенческий Но мы действительно Не говорите кто Вы скажите сколько? Три Сейчас третий Три официальных мужа Было Ольги Михайловны Острововой На этом мы сейчас Сделаем паузу Мы заинтриговали зрителей Попьем чаю Потом продолжим Вы расскажите кто же Так прямо на студенческой скамье Вы выскочили замуж Да Я влюбилась На втором курсе А нельзя же Ведь когда поступает В театральный институт Декан у вас Была Как я забыл фамилию? Чепранова Чепранова Она же предупреждала По-моему Что нельзя влюбляться В театральном институте Нет Меня как-то не предупредили Не предупредили Вы влюбились Я влюбилась Это Борис Аннабердыев Такой был Он туркмен был Он учился Они кстати С Леней Филатовым Из одного города Из Ашхабада Из Ашхабада Чем же Левитин Так вот все перебил Чем же он взял Талантом? Умом? Ну чем берут Не знаю Чем берут Не знаю Кто чем берет Так случилось И все Не знаю И это большой период Ольга Михайловна Ольга Михайловна Михайловна Михайлович Говорят Что это как бы Не очень хорошо Ну вот так случилось Я не знаю Я-то хотела Машу Все время Он пошел ее Там метрики Какие-то делать И говорит Я Ольгой назвал Ну что делать Ну а как вот Могли допустить Что ваша дочь А сын чем занимается Он актер тоже? Нет Сын закончил РГГУ Это Гуманитарный университет Историко-филологический Сейчас поступил На высший режиссерский курс Все-таки пошел Вот в искусство В театр Кино Кино Высший режиссерский курс Кинематографический Кинематографический Но это уже лучше Потому что Все-таки есть какая-то опора Всегда мама может снять Предложить какую-то роль В общем с голоду не умрете Ну это да Ну сейчас Не знаю Трудно С этим А где деньги найти на фильм? Ну если он талантливый Дадут А он талантливый Конечно дадут Придут и сами дадут Как у Булгакова Ну дай бог Ну а как же вы могли Дочку допустить? Это же ужас Ну как вот Или вам нравится? Она очень талантливая девочка Нет Она была Перед поступлением Она была год в Америке Просто жила в семье И училась там И приехала сюда И как-то мне хотелось Ну может быть банально Но тем не менее Я хотела Чтобы она пошла в Инъяс И как-то мне Ну Знаете Побольше языков Это так хорошо Чем-то можно заниматься Там литературным трудом Ну любым А она готовилась В Инъяс действительно Потом друг говорит мне Мама Я буду поступать В театраль И мы с ней договорились Я говорю Поступай Потому что экзамены В театральном Раньше всегда Ну июнь июль Вот так Ну да Провалишься Можно в Инъяс Провалишься Пойдешь в Инъяс Мы с ней договорились точно Потому что я естественно Никому не звонила Она не провалилась Но я спросила А кто набирает Петр Наумович Фоменко И тут я говорю Иди Оля Я бы сама пошла К нему учиться снова Я бы сама снова пошла Ну ведь у нее хорошая школа Слава Богу Все нормально Она играет Она ведущая артистка театра То есть Ваше сердце за нее не болит Или все равно Вы переживаете У детей всегда болит сердце Какие боли У матери всегда чувство тревоги Присутствует Присутствует Да и у отца тоже У родителей Знаете Даже когда она вот Вот она родилась Я ее увидела Она еще Прям вот совсем Вот я лежала Она вот Мне ее показали И у меня как бы Вот сердце затряслось Как зайчий хвостик И я поняла Что это на всю жизнь Какая-то ответственность Надо быть менее ответственной Что ли А как Можно так А все равно Энергетическая связь Она присутствует Родители все равно Невозможно Да Может быть даже Я слишком Их опекаю Чего не надо делать Некоторые мои подруги Говорят Что вы слишком Вы подстилаете соломку Они еще не упали Пожестче надо Они говорят Оля Надо пожестче Нельзя так Да нет я вроде как-то Стараюсь справедливо Не то что жестко Или мягко Вот актеры В общем-то Это люди всегда Больших эмоций Ну я имею ввиду Талантливых Одаренных артистов Там же разные люди В актерской среде Да Есть и такие что И вообще никогда не поймешь По глазам Что он чувствует Что переживает Хотя сейчас говорят Это актуально Вот сейчас В кино так принято сниматься Смотришь на человека И ничего не поймешь И не поймешь Что он Это хорошо когда драматургия Есть там Да И ты следишь за ходом За действием А так вот и не поймешь Вот вы человек эмоциональный Да Вот вы сейчас встали А дети говорили У вас слезы появились на глазах Эмоциональный Да Я всегда думала Что я очень спокойная И все думали про меня Ну ты такая спокойная Уравновешенная Спокойная Организованная Сильная женщина Нет Оказалось Все внутри просто Просто у меня все внутри Я не очень Мне как-то всегда казалось Некрасивым и пошлым Как бы Каждую свою эмоцию Выплескивать наружу Вообще это никого Как бы не должно интересовать У каждого свои беды У каждого свои радости Вот я всегда это помню А раньше так и учились Сдерживать свои эмоции Да Вот я человек прежнего времени Ну на сцене-то вы сдерживаете А это такой закон Нет На сцене-то как раз не сдерживаю На сцене наоборот На сцене давайте Нет А вот какой Есть закон Вот когда вы сдерживаете эмоции Вот я видел ваши спектакли Это переходит в зал И мы начинаем за вас переживать Ну смотря где Где надо сдержать А где надо А где и надо дать Конечно Ну вот у вас не было Таких моментов по жизни Можете вспомнить Вот когда Такой момент ненависти Вот такого вот И что вот у вас приводит В ярость В ненависть Вот в негодование В ненависть Я бы не сказала Я Чувство ненависти Я Ненависть Немножко это другое Не очень Не очень Как-то Оно не совсем присуще мне Вот негодование И гнев Вы можете разгневаться Так что искры летят Очень Серьезно? Мне дети говорят Мам Только Серьезно? И все Все боятся моего гнева Даже в летенной очереди В гневе вас О, что вы Гавт видел вас в гневе Когда-нибудь? Да Доставалось? Да Валентинович Нет, в гневе я страшна Батюшки мои А что может вас привести в гнев? Я понимаю, что какие-то Порой мелочи Какие-то вот Нет Мелочи как раз стараюсь Чтобы не приводили Как раз Ну какие-то поступки Или действия Которые, мне кажется Несовместимы вообще С С Человеком Как я его понимаю Ну например Вот например Как вы понимаете? По-моему сейчас Уже нет таких людей Таких Шекспировских страстей Как я называю Все так спокойно Вы знаете, я не могу Как бы Вот я забываю все время Что нас смотрят Много-много зрителей Но однажды Я не думаю Что это правильно Но Я взяла свою дочку За шкирку Выставила за дверь Сказала У меня не может быть Такой дочери И закрыла дверь Вот что такое гнев Понимаете? В результате чего же Это могло быть? Ну я Ну секрет Не то что секрет Ну не важно уже Ну вот Такое Или Как вам сказать? Гнев Если человек Не осознает Трудно сказать Не осознает Что он не прав Хотела я сказать Но может я не права И просто в гневе Да? Ну подлость Меня может разгневать Подлость Подлость Причем Чужого человека Ну я понимаю Что все люди разные Есть такие Секие Всякие Но близкие люди Мои Не могут быть Такими Это не могут быть Видите Считается что это Сейчас не актуально Потому что Человек не должен Ни на что реагировать Говорит Оно себе дороже будет Я реагирую Ну вот я пытаюсь Как я однажды сказала Я пытаюсь в себе Воспитать такого Созерцателя Такого Буддийского монаха Держится Сидит Созерцает Что вот принимать Жизнь как она есть Со всеми Вот и так спокойно Вот держусь Держусь А потом вулкан А потом вулкан Вулкан везу и проснулся Да Я понимаю Что генетически Вы не можете Обнаружить Каких-то Качеств Злого человека Хотя мы все Сложные люди Кстати Я помню Давно это было Творческий вечер Гафта Был в доме актера Когда он еще был На Тверской Тогда по-моему Еще улица Горикова Она называлась В советские времена И Гафт придумал Такую вещь Он по алфавиту А, Б, В, Г, Д Написал А И синоним Хороший Плохой человек Там На С я не знаю Там Страшный И Ну не помню Ну не важно Но там было настолько Удачно все это Вот придумано Плохой человек И получился Такой сложный портрет Многослойного Сложного Глубокого Это он про себя написал? Про себя Конечно Это в программке Так было написано Надо же как придумано И действительно Мы настолько сложны И иногда не понимаешь Ты хороший человек Совершающий плохие поступки Либо плохой человек Совершающий хорошие Пусть лучше будет Плохой человек Совершающий хорошие поступки Понимаете? Потому что я Сто раз это уже говорю Мы люди все В которых есть все Вот в каждом человеке Есть все И добро И зло Без этого не может быть Но Воспитание И как бы Душевное Духовное воспитание Душевное воспитание Это и есть то Что тебе стыдно Показывать плохое И стремиться нужно Быть хорошим Хорошим Стремиться хорошим А на сцене Конечно Я из себя все достаю Понимаете? Оно мне нужно Ну правильно Это такой И не боюсь сказать Что Извините Это даже режиссерско-педагогическими Потому что мы зрители Видим Раньше было стыдно Серьезно? Стыдно быть Стыдно показывать Вот какие-то свои плохие качества Не знаю Меня так воспитали Вот это вот что Ну это да Это мне кажется Неположительный момент Вот даже нашего театра А сейчас не стыдно Сейчас вроде все это нормально Потому что все артисты Хотели играть хорошее Потому что если плохого сыграл К тебе и в жизни Как к плохому относились Да Это было Прилитивно Но мне Это Я даже не в этом смысле Не в актерском Я именно в человеческом говорю Потому что в актерском Как раз я Сказала там Еще в юности В молодости Сказала Что я хочу быть актрисой Без амплуа Наверное не получилось Потому что все равно Амплуа есть И есть как бы Твоя кожа А какое у вас амплуа Скажите Ну такая социальная героиня Наверное Я не знаю Как оно там называется Но я выпускалась Как голубая героиня Вот понимаете Это что такое голубая Это был такой амплуа Нет Это такая вот Ну девушка Такая положительная Которую обижают Которая там Не знаю Или что Понимаете И мне это Просто надоело Очень быстро Потому что они все Одинаковые Походы Дорнотипные Да И сейчас я очень рада Что я играю И злодея А сейчас выискиваете Всякие детальки Характера Чтобы все было Я как-то рано поняла Что это надо Ну вот на зло Не отвечаете никогда Злом Нет Стараетесь забыть Как ваши родители Помните только хорошее Не стараюсь даже А вот это Спасибо моим родителям У меня как-то забывается Я А может быть Это Вот знаете В чем мой эгоизм Я не хочу тратить На это время В своей жизни Хороший эгоизм Ни секунды Вот пусть такой эгоизм Присутствует Вот пусть этот человек Который там Что-то пишет Или что-то тебе звонит Или что-то Вот это он тратит А я не буду Я даже не буду Ну как бы Личного своего времени Внутреннего Тратить на это Нет Я так Отодвигаю все То есть все Что сейчас желтые прессы Пишут о вас О гавте Там и так далее Ну так сказать Мне абсолютно без разницы Вы не читаете Знаете мне Варвара Алексеевна Вронская Худрук нашего курса Замечательный человек Которая прожила Очень суровую жизнь У нее Несчастье было Два больных Взрослых сына И тем не менее Это был такой доброжелательный Такая Маленькая старушка Сухонькая Со Станиславским Еще работала Вот Может быть Вы кончали дети Знаете Варвара Алексеевна Вронская Конечно Конечно Она мне сказала Оля Когда что-то Первое После кино Что-то сказали А такого не было И я так расстроилась И даже Как-то расплакалась Она сказала Главное Чтобы ты себя Не обманывала Чтобы ты Знала Точно Что было в твоей жизни А чего нет А остальное Другие Пусть говорят Что хотят Ты себя не обманывай Потому что Через некоторое время Можно начать Нет Этого не было Этого не было И как бы убедить себя Понимаете Вот я такой Нет Это есть внутренняя порядочность Честность Самого человека Это важно Вот вы сказали Про Варвару Алексеевну Потому что она много Испытала горе Тяжелые были времена А вот сейчас Такие времена Как говорит Позор Вот такие у нас времена Что жить-то невероятно сложно И когда у человека Не дай бог случается Какая-то ситуация Горе Уходит кто-то из близких Люди попадают В эту воронку Что не могут Выпутаться из нее Вот где найти силы Вот вы человек мудрый А я считаю Что актеры Это вообще Какие-то мудрецы Вообще Потому что вы видите Больше обычных людей Как вот В вашей жизни Наверняка были Какие-то тяжелые моменты Я могу сказать вам Как вы выпутываете Как я думаю про это Что меня Ну не утешает Но поддерживает Знаете Становится Невозможно жить И как бы тупик Когда ты вдруг Думаешь Вот почему-то Это только со мной Да Вот почему это со мной А я всегда думаю Сколько лет Сколько поколений На земле прожило И сколько В каждой жизни Этих поколений В каждой Этих миллиардов людей Было наверное То же самое И я не одна Это не только Со мной Сейчас Вот понимаете И когда я Умру Кто-то тоже Будет испытывать И радость И горе И счастье Это жизнь Вы не боитесь смерти Потому что вы так говорите Когда я умру Когда я уйду Далеко-далеко Еще стихами Можно сказать Это непривычно Ну я понимаю Что это неизбежно И у меня нет Нет особого страха Не знаю Слушайте Вера Вера еще может Принято считать Что все актеры Особенно актрисы Легкомысленные Вот откуда у вас такая Оль Откуда у вас такая мудрасть Вы знаете Мне Левитин сказал Ты никогда не будешь Большой актрисой Ты слишком серьезна Для актрисы Слишком умна Для актрисы Слишком серьезна Актриса Я иногда чувствую Что он прав Надо быть полегкомысленней Ну хорошо Вот Опять-таки Ну давайте вернемся К желтой прессе Чтобы Ну вот пишут там Поздняя любовь Ну какая поздняя любовь Вот я смотрю на вас Вы совершенно молодой человек Поздняя любовь Пьеса Островского С гафтом Пьеса Островского Поздняя любовь мыл И гафту мыл уже поздно И остров А я вот на вас смотрю И я не могу даже определить И не хочу даже думать Потому что я вижу Ваши светящиеся глаза Вашу атомную энергетику Которую Вас надо загружать Вам давать играть 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 И в кино И в театре Но такие роли Которые не всем доступны Потому что У вас и мастерство И все Вы уже Человек сложившийся Не то что не всем доступнее Вот я сказала Недавно Юрию Еремину Сказала Юр Найди для меня Знаешь Не хочется мне выходить на сцену Просто так Вот там быть красивой Или такой Или такой Играть какую-то Ну хорошую роль Ну хорошую роль Ну такой Не хочется Я говорю Найди мне что-нибудь Очень мощная Очень мощная Почему я говорю До сих пор эпиграммы Это предлог Это предлог Потому что Понимаете Это уже значит Человек что-то стоит Разгав Иногда больше Иногда драматург смотрит Думает Боже мой Я даже не мог представить И написать этого Я не писал Сколько Остраумова сыграло В этой роли Это же гениально Значит вы инженеры Человеческих душ Хотя звучит конечно Казенный инженер Ну конечно Да Вот Сегодня очень много фобий Всякого рода Ну жизнь такая Все бегут Вы на метро ездите когда-то Или сейчас уже Нет сейчас на машине только Вот слава богу Вы не видите Потому что Ой вы знаете Однажды Ну это было уже давно Во дворе Мы еще жили на Белорусской Еще не было Вали А И Какой-то Дурак Со своей собакой Обходился просто жутко Ну вывел гулять И как-то ее бил И я Вот Вот что меня может разгневать Понимаете Вот такая вот человеческая Тупость Чертность Я не знаю что Глупость Я подхожу Трясясь совершенно Он говорю Как вы можете Да еще ругаясь матом А там дети И все А мы с Олей выбиваем ковер И я говорю Как вы можете И что вы делаете там Перекратите немедленно Он на меня посмотрел Как на сумасшедшую Я подхожу и говорю Оля А почему ты так спокойна Ей было лет Ну не знаю Ну 17-18 Она говорит Мам Ты не ездишь в метро Ты не знаешь жизни Мама Вы оторвались от жизни Ты не ездишь в метро Ты не знаешь жизнь Это вот как раз Наверное Вот начало перестройки Было Когда вот там Нищие появились Огромное количество В метро И все Но я тем не менее Спускаюсь иногда В метро Но Нет Меня многое не радует В этой жизни Ну сейчас у вас Наверное Нет таких ролей Что вот вам Материал-то этот Не нужен современный Ну материал всегда нужен Когда дадут такую роль Значит пойдете и в метро Нет Я никогда не занимаюсь тем Вот дали роль Я начинаю изучать Но Станиславский писал Надо же идти в люди Надо изучать быт Надо же вот это Как Вы уже все знаете Нет Я не все знаю Но я по каким-то другим Каналом ищу Но бывает так Вот люди Настолько мудро Рассказывают Откуда вы все знаете Говорят А вот приходит откуда-то Вот не читала Наверное в книгах Да не читаю я ничего Вот приходит все знаю Такая генетическая Интуиция к жизни Есть у людей Некоторых да У вас тоже У меня какое-то Генетическое Чувство справедливости Вот я бы сказала Вот это генетическое Не моя заслуга Опять Это как-то ужасно звучит Громко Ничего себе Чувство справедливости Я себе приписала Но это не я Это мама с папой Дедушка с бабушкой Я понимаю Но этого не хватает Сегодня нам всем Не хватает А почему вы из думы не идете Сейчас вот многие И я страдаю от этого Вы не хотите политикой заняться Нет Потому что вы могли бы Очень многим людям помочь Нет А я и так помогаю Без думы Да Частным образом Это быстрее и лучше А каким образом вы помогаете Можете открыть секрет Мы же не все знаем Расскажите Это интересно Может кому-то это на пользу пойдет Ну каким Ну помогай просто Если просит Вы возглавляете Какое-то благотворительное общество Нет Я говорю частным образом Ну как понять частным Ну вот у меня есть один детский дом Куда я отсылаю всю одежду Например Детскую Там из химчистки Свою одежду Да Все Или еще у кого-то просите Там у знакомых Да нет Своей достаточно детской Там как бы Ну вот Ну как-то И кто-то дает И тоже все Ну это Это просто Ну кто-то меня там Надо идти за кого-то там Квартиру Тоже иду Ну просить Там не знаю Крашусь Просите Ну как-то Ну не знаю Ну не знаю Ну кооператив у нас есть Где Там дачный Где надо все время Что-то такое пробивать Хотя я здесь совершенно Не понимаю в этом ничего Но я Просто опять понимаю Где правда А где неправда Где человек лукавит А где нет И как должно быть Я могу ошибаться Но моя ошибка будет искреннее Понимаете А не лукавая Ну вот вы сейчас говорите Все равно я чувствую Какую-то невероятную силу у вас Вот мощь такую вот внутреннюю И с вами С вами легко Действительно Я понимаю теперь Мужчин Которые Со мной можно идти в разведку Это я Совершенно четко Вот дурацкая фраза Да и когда-то была Просто ужасная Ширпотреб такой Но тем не менее Вот я стала ее ценить С возрастом Вот можно Как бы вам сказать Есть люди с которыми Можно делить трудности И они будут тебе поддержкой А другие будут Тебя тянуть в болото Наоборот Вот это К сожалению Так И тем не менее Вот эти вот фобии Сегодня очень многие люди Все время живут Они не знают конкретно Чего они боятся Но страх Какое-то вот Вот чувство страха Не уверен Вот чего вы боитесь сегодня Есть у вас ощущение страха Какой-то тревоги Такой Ну понятно За детей всегда Страшно и тревожно Да Сколько бы им лет не было А вообще вот так По жизни По актерской судьбе Не знаю Я всегда боялась И терялась Терялась даже Перед хамством Вот каким угодно Словесным Или хамством Поступков Я теряюсь Ну сначала Потом как бы Наверное нахожусь Все таки Но вот это меня больше всего Это и в то время И в это В это время Может быть больше стало Как-то Хамства такого внутреннего Знаете Вы открыли свое слабое место Теперь все враги будут знать Будем хамить Островую Она будет теряться И не будет такой сильной Какая Вы знаете Уже время-то под утро А мы с вами так разговаривали Нам-то интересно А они наверное спать хотят Вот именно Поэтому будем закругляться Я вам безумно благодарен Что вы сегодня выбрали время Ночью приехали сюда в студию И мне было безумно интересно Вы знаете как бывает иногда Из родника Где чистой-чистой Студионной водой напьешься Вот так и разговор С хорошим чайком Спасибо вам большое Спасибо вам Здоровья вам, удачи Новых ролей А мы уж придем в театр И будем любоваться вами Спасибо вам Наша программа подошла к концу Ночной разговор подошел к концу Я с вами прощаюсь Всего доброго И спокойной ночи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому